Мы переходим к последнему эпизоду лекции Атлантической революции, Американской и Французской революции и поговорим о Франции после революции о эпохе, связанной с именем Наполеона Бонапарта Его биография достаточно подробная перед вами Пересказывать не буду, обратите внимание Вот на что Бонапарт делает себе карьеру на революционных восстаниях Он родился-то вообще на следующий год После того, как Корсика была куплена Францией у Сардинского королевства Но вся его карьера, она проходит в годы революции Он капитан артиллерии получает за участие в французских революционных боях После осады Тулона он переходит в разряд старших офицеров Наконец, после подавления летом 95-го года Знаменитого реалистского бунта в Париже Он становится бригадным генералом Дивизионным, извините, дивизионным генералом Собственно, стремительный взлет достаточно молодого еще человека Дивизионного генерала он получает в 26 лет Когда он возвращается из египетского похода в 99-м Он практически сразу приступает к подготовке переворота Который и проводит, как уже говорилось, в ноябре 99-го года 9-го ноября 99-го года Когда на смену режиму директории устанавливается режим консульства Соответственно, дальше консульство плавно перерастет в империю И вот с этого момента история Наполеона оказывается тесно связана с судьбой Целого ряда европейских государств, в частности России, как мы все знаем Она будет включать в себя и его многочисленные победы И неудачную попытку испанского присоединения И неудачный поход в Россию, великий поход И дальше уже вполне логично Разгром, вступление союзников в Париж Триумфальное возвращение 100 дней Наполеона И окончательное его поражение Последовавший затем ссылкой на остров Святой Гелены И смерть в 1821 году в возрасте 52 лет Из внутренней политики Наполеона обращу внимание на несколько моментов основных Во-первых, это, конечно, Конституция 99-го года Собственно, первое, что делает Наполеон, придя к власти Он проводит конституционную реформу Которую курируют три временных консула А именно Аббат Сиез, Дюко и, собственно, сам Бонапарт По Конституции 99-го года Вся полнота власти де-факто Переходит в руки первого консула Первым консулом, как несложно догадаться, является как раз Наполеон Бонапарт Собственно, что я имею в виду? Первый консул, согласно Конституции Назначает членов Государственного Совета Практически полностью назначает членов Сената Сенат, в свою очередь, уже сам Выбирает членов Трибунала и Законодательного Собрания Помимо этого, первый консул консультирует граждан И лично назначает префертов и судей То есть, по сути, в руках первого консула Оказываются все ключевые нити управления республикой Параллельно с этим учреждаются семь министерств Юстиции, полиции, военное, иностранных дел, финансовое и морское Министерство полиции возглавляет один из самых интересных и сложных людей своего времени Жозеф Фуше, который создаст тайную полицию Франции Параллельно с этим создается французский банк И, обратите внимание, сразу же Наполеон приступает к переработке гражданских законов Он создает комиссию под контролем Комбассереса Соответственно, второго консула Которая должна разрабатывать проект нового гражданского кодекса Что еще? Еще, собственно, в декабре, в Сочельник 1800 года Происходит покушение на Наполеона Возможно, инспирированное, возможно, реальное Результатом становятся развернутые репрессии С одной стороны якобинцев, с другой против фрагелистов И сокращение числа газет, запрет на политическую журналистику Ввод карательной цензуры То есть, целый ряд мер, способствующих не только концентрации власти в руках первого консула Но и устранению всех возможных каналов ослабления этой власти Постепенно выковывается та политическая система Которая потом получит название бонапартизма Соответственно, забегая вперед Скажу, что результатом комиссии по выработке законов Станет прежде всего кодекс Наполеона 1804 года издания Но о нем я еще впереди скажу несколько слов В 1801 году подписывается конкордация с Папой Римским Согласно которой признается, что католицизм это религия большинства французов Но католическая церковь в обмен не претендует на реституцию конфискованного у нее до того имущества На следующий год, в 1802, издается указ очень характерный Обратите внимание на формулировку, пожалуйста Указ о возвращении конфискованных имений прежним владельцам Если только у этих имений не появилось новых собственников Речь идет о, чуть-чуть отвлекаясь в сторону, буквально на минутку Речь идет о так называемой эластичности правособственности Будучи конфискованными, отобранными в казну Говорят авторы указа Имения не потеряли своих, то есть их бывшие собственники виноваты Не потеряли свое право на эти имения Не утратили и оно может быть восстановлено Поэтому возвращение имений Но в том случае, если эти имения были пожалованы за службу Или проданы на каких-либо условиях новым собственникам То вот здесь право собственности прежних владельцев прекращается Просто в силу того, что появилось новое право собственности У другого человека В этом случае владельцам предполагалось выплачивать компенсацию Бывшим владельцам В том же втором году издается еще два любопытных закона Во-первых, закон о пожизненных полномочиях первого консула Чтобы не вставало больше вопроса о подготовке перевыборов О предвыборной борьбе Это все очень сложно и непонятно зачем Лучше просто пожизненная полномочия Ну и наконец, в том же году принимается решение Об учреждении почетного легиона Почетный легион должен был состоять из 15 когорт По 400 легионеров в каждой И отбирал их лично первый консул Извините Я оговорился, собственно, не зря В 1804 году Среди прочих решений, принятых в тот год Было принято главное Наполеон Провозгласил себя императором Наполеоном I Собственно, попутно создан орден почетного легиона Восстановление ряда почетных званий Включая звание маршала Франции В этом же году издается кодекс Наполеона Сейчас известный французский гражданский кодекс Но все это на фоне провозглашения Наполеона императором Понятно, даже на уровне иконографии Если посмотреть сейчас на иллюстрацию на слайде Или на уровне разговора про историю права Тогда про кодекс Понятно, откуда у Наполеона этот жест Кого он берет за образец За образец он берет никого-нибудь Он берет Юстиниана I Императора Византии Восточной Римской империи Стало быть, с 527 по 565 год Нашей эры Отсюда и парадные портреты В соответствующем облачении Отсюда и издание кодекса Наполеона В пандан к кодексу Юстиниану То есть то, что должно Причем дальше по той активности С которой Наполеон в ходе своих военных походов Начинает насаждать кодекс Наполеона По завоеванным территориям Становится понятно, что де-факто кодекс Наполеона Призван заместить то, что называлось Юскоммуне Общим европейским правом То, что было основано на праве Юстиниана Первая империя просуществует долго 10 лет до свержения Наполеона За это время будут изданы еще два кодекса Торговый и уголовный За это время будет восстановлена Новая аристократия Франции Вот здесь идеально, если вы читали Графа Монте-Кристо Это просто идеально Если вы читали Графа Монте-Кристо Александра Тюма То вспоминайте, пожалуйста Реалии того времени Когда Эдмон Дантес Уже не просто бежал из тюрьмы А когда он возвращается в облике Вот этого таинственного Графа Монте-Кристо Новые должности Но, во-первых, система четко выстроена Сверху вниз Высшая знать называется князьями За ним идут герцоги За герцогами графы Ниже графов идут бароны Я напомню Все персонажи Графа Монте-Кристо Кроме кадрусца, кроме трактирщика Дангла Банкир становится бароном Эдмон Дантес Покупает себе титул Графа Фернан де Морсер Получает титул Графа И ПР Франции Критерий Выдачи тех или иных титулов Помимо доброй воли императора Разумеется Это личное богатство Прежде всего это личное богатство Получателя титула И уже затем его заслуги Перед королевством Перед империей Вот То есть система становится Предельно прозрачной Совершенно не зависящей От былых Былых титулов До модерной эпохи Ну то есть как не зависящий Формально не зависящий Немедленно начинаются Местические споры Кто граф по назначению А кто граф по роду Там в цатом колене Но тем не менее Франция постепенно возвращается В привычный облик Появляется снова и аристократия И придворное звание И так далее И так далее И так далее Ну внешняя политика Наполеона Слишком известна Чтобы о ней говорить долго Я Позволю себе пробежаться Буквально Очень коротко Наполеон воюет Постоянно То есть С 1800 года Не было Ни одного года Когда Наполеон Не вел Не вел бы Тех или иных Компаний Из того На чем На что стоит Обратить внимание И Что Нельзя обойти В разговоре Когда В результате Третьей Венцом третьей Антифранцузской коалиции Становится Как вы знаете Битва Народов Битва При Аустралийце 2 декабря 20 ноября Заговорился 20 ноября Пятого года Вот Описанная В частности В войне Эмили Вот Но После Третьей Коалиции Складывается Четвертая И вот Здесь Обратите Внимание Пожалуйста Как только Наполеон Узнает о том Что Складывается Четвертая Антифранцузская Коалиция Он атакует Практически Моментально Вступает В Берлин Атакует Собственно Самое слабое Звено Священную Римскую Империю Германской Нации Вступает В Берлин Упраздняет Священную Римскую Империю Упраздняет Священную Римскую Империю Создает Так называемый Рейнский Союз И отдельно Великая Княжество Варшавское Вот Рейнский Союз Станет Первым Первой Формой Пока еще Не самого Добровольного Но первой Формой Объединения Германских Государств В единое Образование С этого Начнется Дорога Германии К Их Национальному Единству Собственно В Восьмом Году Выведя Предварительно Из боя Россию Последствием Тильзитских Переговоров В восьмом Году Наполеон Вторгается В Португалию Предлогом Становится Отказ Португалии Присоединиться К континентальной Блокаде Англии Для того Чтобы вторгнуться В Португалию Ему надо Пройти Через Провести Провести Войска Через Испанию В Испании В этот момент Оспаривает У своего Отца Карлс Четвертого Трон Инфант Фернандо Седьмой Будущий Наполеон Приглашает Обоих Спорщиков На переговоры В Байонну Во Францию Запирает их В крепости Фактически Проводится Неизложение Королевского Семейства Французы Вступают В Испанию 2 мая 1808 года При попытке Вывести Детей Королевского Семейства Из Мадрида Там вспыхивает Антифранцузская Восстаги Переросшая Очень быстро В партизанскую Войну Испанию Наполеону Так и не удается Замерить Полностью Его брат Хосе Бонапарт Жозеф Бонапарт По-французски Хосе Бонапарт По-испански Становится Королем Испании Но даже Ему Не удается Призвать Страну К порядку Собственно Испанцы Будут драться Пока не Изгонят Французов Из страны В 12 1812 Году Тем временем Против Наполеона Складывается Уже Пятая Антифранцузская Королиция И в 12 Году Наполеон Ввязывается В русскую Компанию В результате Который Как вы Как вам Прекрасно Известно Он будет Сначала Разбит На территории России И будет Принужден Покинуть Россию Затем Затем В 1813 Году Произойдет Битва Под Лейпцигом Где Наполеон Будет Разгромлен И Дальше То о чем я уже говорил Отличение Наполеона Ссылка на Остров Эльбу Триумфальное Возвращение Наполеона К власти Тогда он Даже Ему даже Не придется Сбрасывать Стоящего Тогда У власти Людовика 18 Король Сам Убежит Потому что Население Будет Встречать Наполеона Цветами Армия Будет Переходить На его Сторону Без единого Выстрела Но Счастье Наполеона Будет Недолгим И в результате Знаменитого Стодневного Правления Сложит Седьмая В процессе Сложит Седьмая И последняя Антифранцузская Коалиция Самая Масштабная Из всех Что были Раньше Результатом Который Станет Битва При Ватерлоу Наполеон Капитулирует Будет Сослан На этот раз На остров Святой Елены А в Европе Уже В сентябре 14 Года Соберется Возникнет Идея О том Что необходимо Собирать Конгресс По результатам Победы Над Наполеоном Знаменитый Венский Конгресс Положит Начало Новому Переду Истории Европы О котором Позже Пожалуйста Обратите Внимание На Рекомендуемую Литературу По Французской Части Лекции Спасибо За Внимание Рекомендуемо 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 Рекомендуемо